Здравствуйте! В эфире программа «Психолог и я». Меня зовут Дегтярева Ксения. Рядом со мной Ведманова Анна Юрьевна. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о проблеме, с которой сталкивались, пожалуй, все родители. Ребенок не желает учиться. Все мы когда-то были детьми, не выполняли домашние задания, пропускали уроки, нас наказывали. Но сейчас дети есть у нас. И как им объяснить, что образование – это важно? На самом деле проблема очень интересная. Я как раз из тех людей, кто ненавидел школу. Когда я закончила, вздохнула полной грудью и сейчас вспоминаю с ужасом школьные годы. И я понимаю наших детей, потому что кому понравится половину дня сидеть на занятиях, а вторую половину дня делать уроки. Кстати, по этой проблеме к нам обратился один из телезрителей. Он рассказал свою историю. Давайте послушаем. Интересная история. На самом деле мне в ней и папу жалко, но мне кажется, в словах ребенка все-таки прослеживается какая-то логика. Как быть в этой ситуации родителям, когда у ребенка уже сформирован четкий план в голове? Может быть, он мечтал стать блогером, а родители не могут ему объяснить, для чего ему нужна химия или физика? Здесь на самом деле все очень просто. Главное – показать свой интерес к обучению родителю. То есть мир информационных технологий, который у нас сейчас есть, дает огромное количество возможностей. Если вашему ребенку неинтересно и скучно делать какие-то предметы или не хочется совсем садиться за уроки, то можно использовать то, что мы имеем сейчас. Покажите на своем примере, как в быту можно использовать те знания, которые получает ребенок в школе. На каких-то очень простых примерах. Если совсем не хочется делать уроки, там «Мне скучная география», например, говорит ваш ребенок, и вы можете рассказать сами то, что знаете. Если вы чего-то не знаете, узнайте и расскажите своему ребенку. Тогда он увидит, что вы тоже способны на это. И ваш личный интерес, ваше личное познание послужит хорошим примером к действиям для ребенка. Он поймет, что это важно и в любом возрасте можно изучать, можно быть исследователем, независимо от того, что ты уже знаешь или чего не знаешь. Не хочется все-таки учебу пускать на самотек. Скажите, до какого возраста нужно контролировать выполнение домашнего задания и нужно ли вообще? Дело в том, что все дети очень индивидуальны. Кому-то вообще не стоит этого делать. Есть дети, которые, начиная с первого класса, самостоятельно все делают. Самостоятельно делают уроки, самостоятельно приносят родителям дневник для росписи, самостоятельно выполняют все задания, узнают то, что задали. Если что-то непонятно, обращаются к родителю. Все зависит от ситуации в семье. Есть дети, которые, ну, как сейчас говорят, гиперактивные. За ними действительно нужно особенное внимание, потому что он может заиграться, у него очень быстро переключается внимание. И здесь, да, стоит контролировать. Но опять же контролировать очень мягко и плавно, не оказывая давления на ребенка. Тогда ситуация может выправляться. А у нас еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Прежде чем ответить телезрителю, я предлагаю посмотреть видеоролик. Он мне очень напомнил эту ситуацию. И что тебе непонятно? Читай. Ну вот, магазин привезли в телевизор, и как за дня их осталось 28 штук. А продали в 4 разы месяца, чем осталось. Сколько телевизоров привезли в магазин? Ну вот такая я-то могу узнать, если я не знаю, сколько их привезли. Подумай. Ты в каком классе? В третьем. И что? Ну ничего. И ничего в голову не приходит? Нет. Ну на самом деле для многих родителей делать уроки с детьми это настоящая каторга. Но как в этом случае быть детям? То есть они еще полдня в школе, потом еще также выполняют домашние задания. Стоит ли вообще детей ругать за оценки? И как в этом случае можно поддержать ребенка? Дело в том, что здесь все очень легко. Если ребенок готов учиться, он будет учиться. Если ему интересен предмет, он будет его изучать. То, какую оценку он получит, это в первую очередь оценка ребенка. Но оценка не самого ребенка, а оценка его знаний. Это такой маленький показатель, который говорит о том, на что нужно обратить внимание, где нужно доработать, где нужно более глубоко изучить материал. Стоит ли ругать за оценки? Я думаю, что нет. Зачем? Это ответственность ребенка. Это его знание. Тогда, когда он начнет получать хорошие оценки, именно основываясь на собственном интересе, это будет его гордостью, это будет его радостью. И он будет понимать, что это полностью моя заслуга. Стоит ли делать уроки вместе с детьми? Это очень интересный вопрос. Многие родители не готовы отпустить своего ребенка в свободное плавание и позволить ему изучать этот мир, позволить ему делать уроки самостоятельно. Многим из нас хочется, чтобы наш ребенок, наш любимый чат был успешным. Пусть даже это первый или второй класс, но чтобы у него были хорошие оценки. Но задайте вопрос, а кому нужны эти оценки? Вам или вашему ребенку? И если они нужны вам, то да, родитель садится, делает все самостоятельно или садится, делает вместе с ребенком. Но для ребенка это очень трудно, потому что он не понимает, что делается, что происходит, как решить задачу по математике, почему в правиле по русскому языку есть такие исключения, да, исключения из правил, как их запомнить. И если вы отпустите своего ребенка делать это самостоятельно, он будет это делать. Он почувствует ваше доверие, он почувствует уверенность в себе, что родитель мне доверяет, он знает, что я с этим справлюсь и сможет это сделать, сможет сделать эти уроки. Стоит ли делать вместе с ребенком? Я думаю, что нет. Это мое личное мнение. Стоит ли делать уроки вместо ребенка? Конечно же нет, потому что это полностью будет не его заслуга. Мотивация здесь к обучению будет просто убита на корню. И когда ребеночек сам делает самостоятельно, это помогает его саморазвитию, помогает ему его мозгу. Это полностью обучает его самостоятельности в том числе. И пожалуйста, дорогие родители, не лезьте к своим детям. Если они захотят обратиться за помощью, просто будьте готовы быть рядом с ними и помочь. Но если вас не просят, не просят помощи, то пожалуйста, не лезьте. Дайте ребенку самому попробовать сделать это. Самому найти себя, найти путь в этом предмете. Ведь только тогда, когда появятся результаты, сможет появиться интерес к обучению. Я знаю, что многие родители пытаются замотивировать своих детей, говоря о том, что они в школе учились хорошо. Можно ли считать, что это ложь во благо? Дело в том, что любую ложь ребенок почувствует. Если вы не подтвердите своим примером свои оценки, которые были озвучены ребенку, то он вам не поверит. В первую очередь, будьте честны. Честны со своим ребенком, самое главное, с самим собой. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Нашим телезрителям мы хотим пожелать, чтобы в их жизни никогда не было проблем, о которых мы говорили сегодня. Свой вопрос можете задать и вы, отправив письмо на электронный адрес, который указан на ваших экранах. Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч в эфире.